МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На 11% увеличились доходы в бюджет края. Темп роста налоговых и неналоговых поступлений составил более 100%. Такие цифры прозвучали на еженедельной планерке Краевой Думы. Также законотворцы отметили тот факт, что самый благоустроенный город Ставрополь вновь не справился с сильными ливнями и пригласили главу для предметного разговора. Отметили депутаты и необходимость доработки системы целевого набора. С тем, чтобы нужные кадры после обучения возвращались в край, особенно в сельские территории. Есть и дефицит педагогических кадров, особенно на селе, и старение. Педагогических кадров состоялся такой хороший разговор. У нас за последние 6 лет было принято по целевому набору 3,5 тысячи человек с 2013 года по 2018 в шести ведущих вузах. Провели анализ, из них только половина вернулась. Соответственно, исполнила свои обязательства по договору. То есть это является просто лазейкой для поступления, потому что бал его ниже. Но, слава богу, что мы идем здесь абсолютно в тренде и параллельно с Российской Федерацией. В Арсгирском и Советском районах и в Буденовском городском округе построят новые амбулатории. Об этом рассказали на выездном совещании Думы края. Депутаты посетили аул Башанта в Арсгирском районе. Здесь старая амбулатория давно закрыта. За помощью люди вынуждены обращаться к медикам в местном детском саду. Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта решит эту проблему. На это из краевого бюджета выделено более 5 миллионов рублей. Площадь его будет 64 квадратных метра. Площадь участка очень большая, 1500 квадратных метров. Это для такого района будет выполнено хорошее благоустройство. Построено здание, модульное здание, модульного типа, состоящее в основном из металлоконструкции, с внутренней отделкой хорошей, с гипсокартонной, с покраской. И в дальнейшем, наверное, она будет оснащена хорошим технологическим оборудованием. На сегодняшний день мы приступили к работам и планируем завершить его в срок. Срок контракта нашего 10 октября 2018 года. А в Буденновском районе ждут новую врачебную амбулаторию в селе Томузловском и реконструкцию корпуса инфекционного отделения Буденновской горбольницы. Планируется, что корпус завершат к 2020 году, а амбулатория примет первых пациентов уже в 2019. В районной больнице Зеленокумска реконструируют травматологию. Работы планируют завершить в декабре этого года. Врачи надеются, что ввод нового отделения снизит нагрузку на другие корпуса больницы, которые также нуждаются в ремонте. Зеленокумска 87 миллионов. То, чтобы как-то ускорить эти процессы и помогать решать проблемы, которые возникают в моменты строительства и все прочее. Дело в том, что суббочка начинается сверху. Владимир Владимирович Путин в своем послании обозначил очень четкие акценты приоритета. Это было максимально емко и полноуслышанно. И нашим губернаторам Владимировым настолько быстро мы вошли в это движение. То есть там, где есть программы, но нужно ПСД. Выделяются деньги на ПСД. Там, где нужно какое-то иное участие края или какое-то движение, оно происходит. Не успели еще сюжеты пройти по посланию Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович Владимирович сказал о том, что мы должны. Вот это, вот это, вот это. Отреагировала, как правильно сказал Виктор Николаевич, в том числе, не единственная, но в том числе и Дума Старопольского края в части и комиссии, и иных действий. То есть это и принятие бюджета, и много позиций, которые касались нас. Но еще раз подчеркну, без первоначальной движущей силы и без совместной работы не бывает результата. А результат на сегодняшний день действительно масштабный. Всего же в крае есть потребность в 40 таких социально значимых объектах. Сегодня Старополье уже получило федеральные средства на 12 модульных конструкций для ФАПов. При этом продолжается реализация ранее начатой краевой программы строительства и реконструкции медицинских учреждений за счет средств регионального бюджета. Главное не отчет, а реальные люди, которым помогли. Об этом говорили на заседании комиссии Думы края по обеспечению жильем молодых семей. В этом году выделено более 1 миллиарда бюджетных средств всех уровней. Это позволит помочь более чем 1700 семьям. Цифры беспрецедентные. Для сравнения, в 2017-м в крае выплатили лишь 25 подобных субсидий. По Кисловодску у нас сегодня состоит на нашей очереди 112 молодых семей. Мы посмотрели эту очередь внимательно и выделили 21 семью многодетных семей. Всего у нас сегодня получили 39 семей сертификаты права на жилье. И мы сегодня выплатили уже 49 миллионов 469 тысяч с копейками рублей на покупку, на приобретение этих сертификатов. Из 72 и 80 миллионов рублей, которые нам были выделены. Вопрос находится под пристальным вниманием губернатора Владимира Владимирова. Он еще в своем послании депутатам подчеркнул, помочь необходимо и тем, кто был в очереди на жилье, но достиг 36, так и не дождавшись выплат. Над этой задачей сейчас идет работа. Возрастную планку для участия в программе предложили увеличить до 39 лет. Мы понимаем, что очередники стояли, ну если не десятилетиями, то долгие годы точно. И если в этом году мы настолько серьезно сумели двинуть вопрос, то, конечно, остались люди, которые оказались на сегодняшний день за бортом. А это мы понимаем, что это суды, и это очень сложное дело, и далеко не каждый на это способен, даже с финансовой и юридической точки зрения, пойти. Поэтому предложение, наверное, такое, чтобы возраст увеличить до 39 лет. Мы услышали в послании, какой акцент этому сделан. Не просто должны получить те, кто имеет право, а еще и захватить ту возрастную категорию, которая, ну, к сожалению, это право по тем или иным причинам упустила. И сам объем средств, который выделен, да, он небывалый. То есть 1 миллиард рублей. Это, на самом деле, серьезная поддержка молодым семьям. То есть даже представить себе сложно, что такой огромный ресурс задействован. Молодая семья, которая, скажем, получает эти деньги, какую-то часть, да, существует ипотека, существует материнский капитал, существует. То есть на сегодняшний день это реально приобрести в молодой семье жилье. А что такое отдельное жилье для молодой семьи? Это стабильность, это мир в семье. Ну, мы все знаем сложности. Многие проходили, когда две хозяйки на одной кухне. Это всегда проблемы, да. А мы даем возможность решить. И то, что Владимир Владимирович делает такой акцент на этом, ну, это, на самом деле, безусловно, такое серьезное и очень-очень серьезное, очень масштабное такое решение. Мы сегодня с вами присутствуем при историческом моменте. Именно так замминистра финансов края Ирина Маркасьян назвала принятие поправок в главный финансовый документ региона на этот год. Впервые в истории доходы бюджета перевалили за 100 миллиардов рублей. В казну пришли 3,5 миллиарда. Это собственные доходы, налоги, акцизы, а также федеральные субсидии. За счет этого увеличилась и расходная часть. Те уточнения, которые сегодня мы внесли в бюджет, они касаются абсолютно всех отраслей. Очень важно, что это касается, в первую очередь, заработной платы. Мы приводим в соответствие с прожиточными именем. Очень важно, что это касается тех задач, которые уже в своем послании и в майском указе 204-м президент обозначил перед всеми органами власти. Большая часть средств пошла на поддержку семьи, материнства и детства. Так, в крае появятся 4 новых детских сада, 2 в Ставрополе, в Ессентуках и Михайловске. 237 миллионов рублей – это оборудование для детских медучреждений. Дополнительное финансирование выделили на пособия на третьего ребенка. На 12% выросло обеспечение сферы медицины, а это ремонт фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий. Сейчас мы стоим на этапе формирования новых национальных проектов, которые будут реализованы на территории Российской Федерации в рамках реализации 204-го указа. По инициативе губернатора и правительства края сегодня уже формируются основные заделы для того, чтобы Старопольский край имел соответствующее место. Прежде всего, изготавливается проектно-сметная документация. Речь идет о строительстве нового онкоцентра и культурно-образовательного центра. Более того, 109 миллионов рублей удастся сэкономить на обслуживании госдолга. Еще один законопроект, который приняли депутаты, касается предоставления жилья по договорам социального найма. Сегодня оно выделяется по нормативу 18 квадратов на человека. При этом многодетные семьи, где по 8-10 человек, получить положенные квартиры не могут. Их просто нет. Как решение проблемы, парламентарии предложили предоставлять жилье меньшего метража, но оставлять нуждающихся в очереди. Жизнь показала, что мы не можем находиться в тех рамках, которые определены законом. Иной раз нам не позволяет площади уже существующих строений, существующих квартир помочь людям реализовать свои проблемы, реализовать сертификаты. Не только принимали, но и отменяли. Так теперь в Краине работает закон о зонах муниципального развития. По мнению депутатов, он не оправдал себя. В правительство и Думу Края не поступило ни одной заявки от территорий. Между тем, это 23-е заседание регионального парламента стало последним весенне-летней сессией. За полгода работы депутаты приняли 57 законов, на 18 больше, чем планировали. В следующей сессии ослабевать работы не планируют.